Жемчуг находится в океане, но, как описывает врач, он говорит, да, здесь земля состоит очень там, они с деревьев, на них растут жемчужины. И Кирайш говорит там, очень красивые, красивые водопады, Саровары, Рада Кунда Шьяма Кунда Ксум Саровара. И была Сариша, ему понравилась эта гора, он же жил в Каше, там нету гор, поэтому ему хотелось место, где бы он мог сидеть в пещере, совершать баржи, но вот подумал, я лучше принесу эту гору в Каше, и все святые получат возможность жить в пещерах на Гирайше. И тогда Паластериша сказал, я хочу одну вещь. А этот царь Гор сказал, ты сам подумай, у меня единственный сын, если кто-то приходит к тебе, кто-то пришел и спрашивает, дай мне своего единственного сына, Грона Итара. И, как бы, с одной стороны, они не хотят сына отдавать, с другой стороны, они боятся, что тот проклянет их. И они думают, ладно, хорошо, мы спросим. Они спросим у Гириаджа. И тот подумал, и сказал, хорошо, ты можешь меня забрать, но два условия. Первое, я не пойду, сам ты меня должен нести. Первое, второе, если ты поставишь меня где-то на землю, то уже больше я не поднимусь. И Ириша сказал мне, я как бы выполню твои условия. Ну, взял Гириадж Гвардхан и отправился в Кашу. И когда он пришел сюда, во Вараж, то случилась следующая история. Гириадж Гвардхан, зачем он проявляется в этом мире? Что бы совершить враги Кришны? И он думает, ну, куда он меня несет в Кашу? Ну, там нету преданных, там в Майаваде. Они все стремятся к освобождению. Для меня это духовное самоубийство. Они сами хотят совершать духовное самоубийство, и меня тоже, они к этому подташивают. Поэтому я не хочу в Кашу, я останусь в Вараже. В Вараже, полонектара. Каши, как пустыня. Рады и Кришна, они собираются прийти в этот мир и проявят столько удивительных лил. И он тогда осмолился, так, Куржи, Гириадж Гвардхан, осмолился и говорит, о, пожалуйста, я прошу прибежищу твоих слов. Я делался для того, чтобы служить себе. Будь милостив. И тогда так уже проявился Майав, и Маласири захотел в туалет так сильно, что он не мог терпеть больше. И он поставил в Гириадж Гвардхан и пошел по нужде. И говорит, он ходил в туалет по маленькому часу, прям через несколько часов. И когда он снова подошел к Гириаджу, пытался ее поднять, то у него ничего не получилось. Он говорит, Гириадж, вставай. А тот ему отвечает, такое по условию, что если ты мне поставишь, то уже я не поднимусь. И к тому же ты осквернился. Поэтому Маласири говорит, я проклинаю тебя, что ты будешь уменьшаться на каждую, как бы, каждую секунду, ты будешь потихоньку уменьшаться, упадеть под землю, и твои, как бы, трещины, на тебе появятся трещины. Так или, таким образом, Макириадж Гвардхан остался там, где он сейчас есть. Гириадж Гвардхан тогда сказал, Пожалуйста, такое благословение, видай, что, когда, пока Радхакришна, чтобы я остался, не исчез, пока Радхакришна не придут. А после того, как они проявят свои лилы, то я могу исчезнуть. У нас, как бы, впереди Кали-юга и Канга, Емуна, Гириадж Гвардхана, они исчезнут. Но в эту Кали-югу приходит Махапрабха, поэтому это особая Кали-юга. И в эту Кали-югу как бы, в Харибакте будет больше, все воспевать будут. Таким образом, Гириадж Гвардхан проявился здесь. Какова форма Гириаджи? У нее две формы. Две триш сварупы. Однажды Брама и Вишны Махеш, они совершали огромную скезу Радхакришны. Радхакришна были вдоль фиринеси. Просвечу, ты хочешь? Он сказал, мы хотим служить вам, вашим стопам. Как хотите служить? Мы хотим стать сакхой или сакхой? Нет, мы не такие удачливы, что мы статем сакхой или сакхой. Мы хотим стать... А, ты хочешь стать птицей либо зверем? Потому что вражи в сфере, в сфере, они слушают вражу. Ну, в Ши-Ши-Радхе Кришне. Ты хочешь стать насекомым? Нет, насеком тоже не достоин стать. Так как же? Ну, Брама и Ши-Радхе Кришне говорят, мы хотим быть хотя бы камнем, чтобы твои стопы оставляли на нас печатки. И тогда даже Троя, Брама, Вишны и Махеш, тот, кто создает, поддерживает, разрушает материальную вселенную, Брама стал Брама, Брама Чалом, Шива стал Надешваром, а Вишну стал Гирадж Гвардханом. Это первая форма Кришна. Вторая форма. В одной форме Кришна, он поклонялся Гирадж Гвардхану, а в другой форме, он принимал служение. То есть, Хабрабу, Та Сугасвами дает две вещи, Гирадж и Гунжамал. Гирадж это Сам Кришна, а Гунжамала это Шимасир Атхика. Махапрабу, да, сказал, что Гирадж это Сам Кришна. Поэтому вторая сварупа Гираджа, это Сам Кришна. А третья сварупа какая? Шимасир Атхарани говорит. Шимасир Атхарани говорит, что Гирадж Гвардхан это Харидаса Варя. Среди всех Сугхари он самый высший. Сколько Харидасов есть три. Первый. Гидхишхира. Второй. Гудова Махарадж. Третий. Один Харидас, есть Харидас, а есть Харидаса Варя. Харидаса Варя. Харидаса Варя. Поэтому говорит, что Гирадж Гвардхан высший среди Сугхари. Шосначка Тхакур говорит, комментирует шлоку из Венугиты. Если Харидаса Когда Шимасир Атхарани сказал это шлоку, в каких обстоятельствах? В Венугите Шимасир Атхарани она находилась дома со своими друзьями, подругами, с подругами. А Кришна с своими друзьями ушел пости коров. И когда Шимасир Атхарани своим трансцендентным зрением они находились дома, но они созерцали красоту Кришны. Она завидовала облакам, говорила, что их жизнь очень успешна, потому что когда Кришна постиг коров, то они видят Его. И также они такого же цвета, как Кришна. То есть они говорят Кришне, ты темный, мы темные, поэтому друзья в копе завидуют облакам. И они говорят, вы слушайте Кришне, а мы не имеем такого возможности. Когда Кришна постиг коров, вы как зонтик закрываете его от солнца. и также вы своим дождем омываете его. Поэтому у облака вы очень удачливы, иметь возможность служить Шри Кришне. Кто, чья жизнь успешна, чья еще жизнь успешна. Когда Кришна играет на флице, тогда все олени, они выходят посмотреть на Кришну, и своими глазами они не смотрят на Него. Это олени. Олени выходит, смотрят, совершают арати Кришне своими глазами. И гопи говорят, говорят, они настолько удачливы, что олени настолько удачливы, что их мужья отпускают их, олени выходит вперед, чтобы смотреть на Кришну. И олени говорят, олени, он говорит, у вас есть связь с Кришной, и общаясь с вами, наша жизнь будет успешной. А гопи говорит, мы настолько неудачливы, что наши мужья постоянно против того, чтобы мы встречались с Кришной. Когда Кришна играет на флице, тогда корова перестает жевать корову, траву. То есть, все изменяя свою природу, коровы перестают жевать траву, теряя, перестает пить молока. Птицы затихают, беспокойные птицы затихают. Гопи говорят, поэтому те, кто слышит флиету Кришны, тем очень удачливы. Азиарца тоже очень удачливы. И флейта очень удачлива. Откуда эта флейта? Она из рота бамбука. Если в династии кто-то совершает, начинает бажам, то вся династия получает освобождение. Девяносто. Но поколение получает освобождение. Родители, их родители, их родители. И поэтому предки в других мирах начинают танцевать и говорят, о, кто-то в моем роду стал совершать бажам, поэтому скоро я получу освобождение. Таким же образом, флейта из династии бамбука. И когда Кришна играет на флейте, то бамбук думает, что это наш сын. тогда растения бамбука, думают, что они начинают плакать. Их сердце переполняется счастьем и любовью, и они начинают плакать. И деревья тоже. Говорят, мы тоже родственники, как бы флейты, и поэтому все деревья начинают плакать, встречать мед и распускают свои цветы. Как деревья живут, они питаются водой из озер. и озера тоже радуются, потому что они знают, что мы тоже участвуем в служении, мы даем воду, бамбук растет, и Кришна из бамбука сделал флейту. Поэтому гопи говорят, озера, вы тоже очень удачливы служите Кришне, бамбука очень удачливы, деревья очень удачливы служите Кришне, но мы, гопи, так неудачливы, как мы не можем послужить Кришне. Пока мы не обретем милости великого Садху, без милости Махат Пуруши живо не может присти милость служению Бхагавана. Поэтому милость Садху важна и кто в высшем саду Киряш Квардхан. Кто в высшем саду Киряш Квардхан среди всех Харидасов Киряш Квардхан самый высший саду. Поэтому пока у нас нет милости пока мы не придем милости великого святого мы не сможем услышать Шашират Кришне. Только говорят мы отправимся в Манаси Гангу и Киряш 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 Квардхану искали искали прибежище на его склонах постоянно искали там Радху Кришну и вечером мы также продолжим Катху очень много славы Гиряш Квардхана вечером также мы подслушаем если будет возможно то после Пусти Гиряш свершим парик Грамму Радхакунду если это будет возможно то ходим здесь и мы видим что мы и пребыв и мы и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok